Я приветствую зрителей Фонтанки Лайф и хочу представить всем вам известного, на самом деле, гостя, но в студии он у нас сегодня в новом качестве. Друзья, артист Московского художественного театра Федор Лавров на днях, буквально на выходных, выпускает спектакль в Большом драматическом театре имени Товстоногова и дебютирует в качестве режиссера. Итак, Федор Лавров в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Федя, ну мы давно знакомы и поэтому будем общаться на «ты», я думаю, мы не будем тут кривляться и это как-то нормально. Ну, прежде всего, значит, я хочу сказать, что Федор выпускает спектакль «Рендира» по повести Маркеса, который называется «Ужасно длинно». Да, какая-то там история о несчастной «Рендире» ее жестокосердной бабушке и жестокосердную бабушку там играет Нина Николаевна Усатова, народная артистка всеми любимая. Так что вот Федя как-то сразу все радости получил, какие только можно, и заявив, что он режиссер, вот сразу и БДТ, и народная звездная актриса. Федя, скажи, пожалуйста, насколько это было сложно, насколько радостно, в итоге вот сейчас уже чувствуется ли, что все-таки в плюс, в позитив, получается ли все? Ну, Жан, знаешь, я часто повторяю эту фразу, но это действительно такая для меня колоссальная школа, все, что произошло, потому что режиссерского образования у меня нету. Да, я это вот только, как сказать, понимая немножко кухню, поскольку я в ней варюсь, но с другой немножко стороны, я как бы вот решился на этот шаг. Андрей предложил мне, Андрей Анатольевич Могучий, с которым мы, в общем, давно уже и знакомы, и дружим, и так далее. И когда он мне тоже предложил эту вещь, я так немножко сел на пятую точку и сильно задумался, потому что, ну... А он произведение предложил? Это его была идея? Нет. Вообще, на самом деле, история, вообще история этого произведения, этого постановки, в смысле, она корнями своими восходит к моему отцу. Потому что он хотел это делать. И он хотел, чтобы бабку, которая играет Нина Николаевна, играл Черноземов. То он однажды мне сказал такую мысль и дал почитать. Ну, потому что я, понятно, что Маркесом там интересовался и так далее, и так далее, и так далее, но вот он заострил мое внимание именно на этой повести. Сейчас мы поясним два слова, да, что у Феди замечательный. Федя не просто корнями петербургским, у него еще и замечательный театральный родословный он сын, к сожалению, покойного Николая Григорьевича Лаврова, ведущего артиста театра Додина, замечательного, которого никто до сих пор не заменил и не заменит никогда, но которого один раз увидев, в общем, мы все помним и любим и будем любить. И мама Федина, это Наталья Боровкова, тоже чудная актриса Тюза, со спектаклями, которые мы все росли здесь. Так что, в общем, в каком-то смысле мы все такие братья-сёстры Федины. Вот, значит, вот папа, да? Ну да, на самом деле отец натолкнул на эту мысль. Я помню, что это было в институте, первый или второй курс, я прочел ее. И так, ну, себе в голове думаю, да, классная штука, то все, пятое-десятое. Ну, поскольку я как-то себя режиссером тогда не представлял, да, ну, только если так, когда-нибудь, где-нибудь в чем-то. Вот, я на эту тему так особенно серьезно не размышлял. И здесь, когда Андрей, ну, вот на самом деле, когда вот Андрей Андрюша стал художественным руководителем БДТ, мы с ним несколько раз встречались, у нас рядом дача на побережье, на Северной Ривьере. Прекрасное место, чтобы планировать творческие всякие истории. Да, 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 решать судьбу русского драматического тела. Да, да. Вот, и мы встретились в какой-то, сейчас, как сейчас, причем, помню, 1 августа, в дождливый день, и сели, и стали обсуждать, что делать, и как было. 1 августа 2013 года. Да, 2013 года. Да, 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 именно что. Вот, и стали обсуждать, потом еще встречались, еще встречались. И в какой-то момент Андрей сказал, слушай, а ты не хочешь поставить? И я так, конечно, говорю, повторюсь, что я так присел, потому что опыта у меня такого не было. Ну, вот, максимальный опыт, который был, там, да, ну, я вот преподавал в школе-студии МХАТ, там, у Киры Серебренниковой на курсе. Ну, делал, там, главу из «Героя нашего времени», там, Тамань. Вот, но это все равно, ну, какая-то небольшая, какая-то пробная работа, я не знаю, насколько она удачная. Ну, то есть, мне нравилось, понятное дело, и вроде бы люди так тоже хорошо на это реагировали. Вот. Ну, ну, честно говоря, я так подумал, подумал и решил, ну, долго думал, на самом деле, я не сразу согласился, далеко. И потом решил все. А что останавливало? То, что это БДТ? То, что это... Ну, останавливало неуверенность в себе просто. Ну, вот, на самом деле, неуверенность, страх о том, что, ну, вот, я, поскольку знаю кухню с этой, да, стороны баррикад, да, скажем так, я понимаю, что бывают моменты, когда, ну, вот, сидит перед тобой режиссер, и ты задаешь ему какие-то вопросы, и ты видишь пустые его глаза. И ты понимаешь, ну, парень, понятно, ну, ладно, давайте. То есть, очень не хотелось быть таким режиссером, да? Ну, честно говоря, да, я очень боялся вот этой судьбы, но, с другой стороны, эта работа меня научила тому, что если ты этого не почувствуешь, что если это с тобой хоть раз не произойдет, и ты через это не пройдешь, то, ну, навряд ли ты кем-то станешь в этом смысле и чего-то добьешься. Ну, такого искреннего, настоящего, я имею в виду, вот. Ну, вот это очень останавливало, потому что я боялся быть неправым, глупым, заблуждаться, вести за собой людей, потому что, ну, это ответственность такая великая, вести за собой людей и, ну, понимать, к чему ты идешь, и быть в этом уверенным. Хотя я понимаю, что, ну, сейчас, наверное, я понимаю, что эти вещи живые достаточно. Да, и поиск может быть совместным, и ответы на вопросы тоже могут быть совместными. Конечно, 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 конечно. Но было страшно, но в какой-то момент я, взвесив про и контр, понял, что надо, наверное, все-таки попробовать, а то я никогда это не попробую. Да. Вот, ну, и вот, грубо говоря, вот мы бросились в эту всю историю. И что, вот с произведением-то как, с Эрендирой? Когда возникло вот это название? Ну, то есть, грубо говоря, когда Андрей предложил, ну, вот, как бы, само по себе суть предложения, да, высказал, давай что-нибудь сделаешь. И у меня было несколько, да, предложений к нему, и на самом деле Эрендира, она была в фаворе, абсолютно точно, потому что она как-то вот с института в голове сидела. А что тогда зацепило в институте? Что там понравилось? Ну, знаешь, понравилось, ну, вот для меня как, да, русского, в русской традиции воспитанного читателя и зрителя, для меня, на меня произвело впечатление, вот, противоречивость, да, ну, грубо говоря, я, как по русским сказкам или еще почему-то, я жду логического разрешения, я жду какого-то хэппи-энда, да, в некотором смысле, ну, вот, и так далее, не берем колобка сейчас, да, ну, вот, ну, как бы, я жду. Да, это исключение из русской традиции. А здесь все заканчивается, ну, совершенно не так, как ты можешь себе предположить, и, ну, логика, она совершенно, ну, она, при этом, она с первого взгляда действительно кажется иррациональной, а на самом деле это логика природы. Вот у Маркеса великая штука во многих его произведениях, это логика природы, которая не знает добра, зла, она как-то над понятием нравственности, морали, и вот эта вещь, она, ну, дико подкупает, потому что это какая-то встреча с совершенно, ну, для меня неизведанным, которой я не могу его квалифицировать. Понимаешь, ну, то есть мы можем это назвать, сказать это вот так, это вот так, но по сути, по своей, да, если очистить, да, зерна от плевел, это вещь, она... Ну, то есть это и не сказка русская, и не бытовая история, вот с этими ключами нельзя эту историю открывать. Конечно. Ну, это, конечно, миф, миф, да? Ну, слушай, у него же, в общем-то, его, его, весь его стиль называется магический реализм, да, то есть вещи, которые уже парадокс заложен. В двух этих словах, сам по себе. Вот, и это, конечно, штука дико подкупала. То есть представь, что Достоевский бы, да, вот как он бы, ну, бабушку квалифицировал, это же было раз последнее вообще зло на земле. Бабушка, нет? Нет, я думаю, что как раз Достоевский бы ее... Болю-болю. Вот он бы ее как-то оправдал, он бы не обелил ее, да, но что-то хорошее в ней бы все равно было. Хотя Маркси там тоже мы очень много искали именно как, ну, вот как ее человеческие какие-то проявления. Надо, наверное, сказать нашим зрителям, да, что там довольно странная история, если кто вдруг не читал, и ее невозможно... Вот я сейчас буду рассказывать словами, получится как чушь какая-то, да, что по вине внучки сгорел дом, в котором жила долго бабушка, и бабушка пытается возместить утраты, продавая дочку всем мужчинам... Направо-наллево. Внучку, точнее, да, продавая ее абсолютно всем, устанавливая. Незаконно рожденную свою внучку, и, ну, в общем, там... Да, устанавливая шатры. Целый букет. В этих шатрах она, собственно, принимает клиентов до потери сознания, пульса, до полного изневожения. И вот Федь каким-то образом умудряется оправдывать такую бабушку с помощью Нины Николаевны. Ну, это просто, потому что, ну, вот ее природа, она подсказывает, потому что Нина Николаевна, она, ну, как, я вижу, как она общается с людьми, да, ну, даже в жизни или еще, особенно с людьми, которые ей нравятся, которые ей близки. Я вижу, насколько она обаятельная, трогательная, теплый человек, и вот я просто, я это вижу, я понимаю, что в этом, вот в ее отношении к этой внучке это проявляется. Я не могу сказать, что это, конечно, полностью оправдывает поступки, да, этой жуткой старухи, но вдруг в этом есть какое-то такое страшное, не отрицательное, а какое-то вот такое очень странное, опять-таки, рациональное обаяние этого всего. Ну, вот вдруг оно проскальзывает, потому что эта бабка у Маркеса, которая с огромной судьбой, она же делает это не просто от того, что она злая. Нет, это человек, который вот прошел через такие препятствия и перипетии до того, как стать вот этой старухой, да, и, в общем-то, по большому счету, она верит в то, что рано или поздно все это закончится, и ее внучка станет величайшей женщиной вообще на земле, да, то есть она благими намерениями, и цели у нее благие. Ну, вот, к сожалению, как мы знаем. Она этого не поняла. Ну, бум-бум-бум-бум, да. Да, да, и все закончилось. Ну, там много таких вдруг внезапных вещей, которые выскакивают, поэтому так поняла, не поняла, может, и понимала. Но у нее был свой путь. Как-то. Да. Ну, у нее просто свой путь. Скорее всего, да, так. И вот в этом как раз, как раз вот это аллогизм и рациональность природы, потому что она пошла совершенно другим путем, да, грубо говоря. Вопреки режиссуре и бабушке. Вопреки режиссуре и бабушке, и вопреки вообще, в принципе, логике. Понимаешь, почему? Потому что появился любимый человек, да, который был готов выкрасть ее и так далее, и так далее, и так далее. И она с помощью его убила бабку, и она не осталась с ним. Она выбрала вообще свободу. Вот прям вот чистый какой-то, чистый ветер. Понимаешь? И это, ну вот мне, опять-таки, как я говорю, как человеку воспитанному, ну так или иначе, я думаю, ну вот бабку убили, слава богу. Ребята, ну вот давайте женитесь, рожайте детей. Да, 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 вот такое должно было. Она бросает своего любимого, в общем, я считаю, что любимого человека в луже крови и так далее, и так далее, и выбирает совсем другой путь. И бежит. Да, и при этом бытово, это оправдать какими-то вот мучениями и так далее, ну невозможно. Маркес сопротивляется этому. Вот, так что вот. Вообще крайне трудно поставить Маркеса, я вот не могу даже припомнить каких-то удачных постановок по Маркесу, да? Ну, даже кина я не помню, я тебе больше скажу. Потому что я видел и то кино, и все, и, кстати, по этому фильму есть же, ой, по этому произведению есть фильм бразильского, да, режиссера. Ну, там такая экранизация, ну и экранизация, то есть какого-то такого взгляда. Иллюстрация, да. Да, ну скорее. Ну, мне тоже так кажется. Вот какой-то изюминки нету. Вот Маркеса читаешь, видишь его, да, чувствуешь его, смотришь этот фильм и, ну, как-то не впечатляет. А насколько я знаю, ты же там и играешь сам, да? Я еще не видела, хотя многие видели, вот многие, многих приглашали, и меня могли бы пригласить как друга театра, но я была на фестивале. Ты говорила, да, что ты его играл. И я, к сожалению, не смогла, хотя те, кто видели, вот прям Светлана Николаевна Крышкова в восторге, хотя, казалось бы, она вот человек, да, актриса старой школы. И всякие нововведения невероятные, и такая удивительная Усатова ей могла бы и не понравиться, но она в каком-то вот невероятном восторге говорит, что это такая Усатова, которую никто никогда не видел, не бытовая, а совершила. Пускай только попробует теперь кто-нибудь сказать, что она бытовая актриса. Ну, да, да, это действительно так. То есть это действительно какой-то прорыв для Нины Николаевны? Я боюсь, боюсь говорить про это, потому что, видишь, еще пока не было на зрителе показано, еще бог его знает, как, кто отреагирует. Я просто в это, конечно, верю, что это понравится или, по крайней мере, ну, будет интересно, да. А прорыв, не прорыв, потомки рассмотрят. Может быть, да. Понимаешь? Я думала, ты скажешь, это тебе же он будет решать. Да, ну, и, в общем, да, 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 что-то далеко ходить, чем потом. Слушай, ну, попробуем, да. Вот, расскажи, что ты там делаешь? И вообще, насколько это сложно быть играющим тренером? Слушай, ну, дело в том, что, конечно, ну, не буду скрывать, что в ходе, да, репетиции и так далее, и так далее, ну, было мною допущено, поскольку я дебютант, и много чего не знал, и почему много ошибок, ну, и ошибки были даже грубейшие иногда, и так далее, которые пришлось исправлять в ходе этого всего и привлекать периодически Андрея Анатольевича, который там что-то как-то и где-то, не как-то, вот. Но Андрей был рядом, да? Да, Андрей был в какой-то момент, не все время, но в какой-то момент, я просто, да, потому что там уже было в какой-то момент, даже в режиме Аврала много чего переделывалось, потому что нужно было это сделать. Сейчас я это понимаю, тогда для меня это было мучительно, больно, страшно и обидно, но я понимал, что почему-то ту задачу, которую я ставлю, и которая мне казалась вроде бы правильной, она не достигается, ну, вот в лепешку расшибаемся, не достигается. И, естественно, кому, ну, не на артистов же, да, злиться, я понимал, что, значит, в чем-то моя ошибка, вот. И в этом смысле Андрей был рефери очень мудрым и очень терпеливым, который, ну, который, конечно, периодически раздавал волшебных пинков, да, таких, которые нас, мы с художником бегали там, как угоревшие, переделывая это, то, сё, пятое, десятое. Вот. И мне пришлось там действительно просто у меня занят артист Андрюша Фиськов, замечательный, потрясающий, умной, любимый друг и товарищ, замечательный артист, вот, который играл там одну из ролей. Да, когда мы стали это все переламывать, пере, ну, то есть, грубо говоря, доводить уже, да, и эти доводки, да, это вот, как сказать, вроде бы, как бы шлифовка оказалась, ну, поверху не шлифовка, а во многом ломка, да, и исправление, и уточнение, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И у Андрюхи, Андрюха был там где-то занят, ещё что-то, ещё что-то, и я понимал, что, ну, роль там здоровенная, ну, то есть, это роль рассказчика, по большому счёту. Мы её поделили, да, вот сейчас я сыграю, потом Андрюха сыграет, и так далее, и так далее, и так далее. А, то есть вы не вдвоём одновременно? Нет, нет, вдвоём одновременно у нас не получается, мы очень заняты, заняты, то он заняты, но нет, не поэтому, но просто так сложилось, что она вот стала цельной. Да, там были разные варианты, может быть, вдвоём, может, одному, ну, сейчас вот на данном этапе это вот так. Вот, поэтому... Вот что было с самым тяжёлым, вот с самым тяжёлым вот на этом этапе, то есть, понятно, что премьера, вот она 26-го числа, Ну, предпремьерная, да, так далее. В воскресенье, да, уже, ну, всё-таки, тем не менее, ну, дальше 27-го и 30-го, и дальше уже спектакль входит в репертуар и идёт, да, Да, мы ещё не сказали, что это на Каменноостровском, в Каменноостровском театре, да, на второй сцене ВДТ. Вот, что было самым-самым сложным вот на том пути, который ты уже прошёл на данный момент? Ну, ты знаешь, ну, в какой-то момент, ну, я уже говорил немножко про это, но... Ну, это ты говорил о том, чего ты боялся перед тем, как... Не-не-не, чуть позже, когда уже я понимал, что я вот действительно разбиваюсь в лепёшку, а почему-то, ну, цель не достигается, цель не достигается, и я, ну, и в этом смысле, да, тупик. Ну, был тупик, и я был в ощущении полного провала, то есть, ну, это было отчаяние, это было вот однозначно отчаяние, и здесь, конечно, на помощь пришёл Андрей Анатольевич, который, Андрей, который прямо протянул руку помощи, насколько смог, да, и просто мне сказал, что, ну, старик, это неправильно, вот это, это и это, и это. Это был тупик в результате каких-то ошибок, да, которых, в принципе, в дальнейшем уже можно избежать просто... Думаю, что да, я надеюсь, что да. ...имея вот этот опыт, да? Ну, думаю, что да, понимаешь, потому что эта вещь, вот вся вот эта школа, да, я могу просто искренне совершенно сказать, ну, банальнейшую вещь, банальнейшую вещь, но которую нельзя выкидывать. Нужно очень доверять автору. Понимаешь, вот это, ну, вот как бы за скобками, это для меня стало святым. Понимаешь, до этого я думал, что, может быть, можно как-то, ну, мы сейчас придумаем, ну, мы-то там, мы-то, короче, мы же, понимаем. Потому что с автором придумали все свои. Понимаешь, то есть, как бы, такой немножко постмодернистскую историю, надстроечку, туда-сюда, но мы знаем, о чем говорим, а нифига. Нифига. Маркес говорит, во, во, он сопротивляет, понимаешь, он стал сопротивляться так, что вот просто я стал физически и психологически трещать по швам. Потому что не укладывается, не укладывается. И, на самом деле, конечно, я за это Маркесу очень благодарен. Потому что это такой величественный подзатыльник. Знаешь, такой у меня величественный подзатыльник был. Плеуха. Петь, ну, я тебе желаю, да, удачи и артистам твоим, и желаю, чтобы эта работа была началом большого нового пути. Ну, сейчас отдохнуть бы немножко после всего этого. Да, просто я очень рада, что ты сегодня пришел, потому что у меня давно есть такая мысль, не у меня одно, еще у некоторых моих коллег, что, наверное, режиссура – это все-таки не та профессия, которую можно научить пять лет, терзая человека в аудитории. Все-таки эта профессия практическая, и можно воспитать личность, можно воспитать человека театра, который будет понимать, из чего этот театр сложен. А научить режиссуре, вот я убеждена, и чем дальше, тем больше в этом убеждаюсь. И вот сейчас ты, я не видела, но почему-то верю, что, картинки видела, которые мне очень понравились, и почему-то верю, что это тоже подтвердит, что все-таки режиссура – это такая история практическая, это школа практическая. Ну, да, это опыт. Это, конечно, ну, понимаешь, мне кажется, что все-таки еще, ну, уклад мозгов здесь тоже важен. Да, он есть или нет? То есть может человек в принципе так вот мыслить, да, собирая все воедино и понимая, что все-все-все-все-все центруется на нем. Вот как ни крути. Да, вот здесь это очень большая проблема, потому что для меня всегда, ну, не знаю, всегда, когда там даже разбор пьес идет, когда я как артист выступаю, я могу как-то, ну, более-менее интуитивно или так далее простроить свою линию, да. Но у меня всегда проблемы с ощущением целого. А, была такая проблема? Вот, понимаешь, это форма. Либо она, если вдруг приходит ощущение целого, потом я вижу какие-то, ну, несоответствия. То есть я вижу допущение софизмы где-то, еще что-то, что, ну, как бы по-быстрому замазали, а как следует не приклеили. Да, ну, вот так, чтобы вросло. Ну, так это, может быть, не твоя проблема ощущения целого режиссера, в которой с тобой работают. Ну, знаешь, меряя, я имею в виду меряя на себя эту профессию, да, меряя на себя профессию режиссера, я знаю, что это моя достаточно слабая сторона. Ну, может быть, с опытом, со временем я как-то обрету это, понимание этого. Ну, вот я человек увлекающийся и могу уйти в какие-то совсем не туда. Какую-то тропиночку. Ну, да, понимаешь. От магистральной дороги, да. Да, грубо говоря. А ремесло режиссера, та, про что ты говоришь, про пять лет в аудитории, они все-таки дают тебе четкие инструменты, да, вот эти, которыми ты работаешь. Да, ты можешь изобретать новые инструменты, но ты понимаешь, к чему ты их прикладываешь. А вот эта увлекаемость, лоббильность психики, назовем это так, она может завести, действительно, ну, потому что восприятие по-разному, ну, вот по-разному. Взгляд режиссера, взгляд актера. Ну, и тем не менее, да, если говорить о том, что первично, что вторично, может быть, и можно какие-то механизмы получить в этой аудитории, но если у тебя нет личностного базиса. Да, да, абсолютно. То, извини, ты будешь собирать формальные структуры. Абсолютно. Это абсолютно точно. Симулякры такие, да? Конечно. Из них будут какие-то огромные, может, большие, какие-то, да, невероятные конфигурации, но они будут пустые. Все, что, да, да, я согласен. Поэтому мне как раз важнее вот то, что тоже, когда вот есть какая-то личностная база, большая, серьезная, а вот это вот, мне кажется, уже может в результате опыта приобрестись. Ну, наверное, я надеюсь. Надеюсь, что это почувствовал, пока репетировал. Ну, отчасти да, отчасти нет. Нет, какие-то штуки сломались, какие-то, наоборот, вдруг выросли и появились, о которых я не предполагал. Но какие-то вещи, которые были какими-то максималистскими, еще какими-то, они просто сломались и выброшены как, ну, ненужное. Но я же не знал, что это не нужно. Я-то свято верил, что вот именно так и надо. То есть режиссер должен быть циником, понятно, немножко. Ну, слушай, максимализм и цинизм, все-таки, ты знаешь, такие две полярности берешь. Ну, ладно, хорошо, согласна. То есть все-таки надо допускать, да, какие-то, на компромиссы идти. Ну, да. Кто-то же говорил, что режиссура, что это вообще, в принципе, искусство компромиссов, да. Как любит повторять Андрей, да, это такое внутреннее кунг-фу. Ты постоянно, да, так повторяешь. Но он несколько раз говорил этот тезис, который мне понравился. Но вот я пока внутреннего кунг-фу. То есть раз-таки какие-то уходы. Ну, где-то, да, где-то подзатыльничек или еще что-то. Я пока вот этим я не владею, потому что, ну, здесь точно нужен опыт. Тренировка, опыт и... А кунг-фу какой тренировки требует, да? Ну, общая физическая подготовка, ГТО и так далее. Да, и потом философская мудрость. Ну, да, да. Это же абсолютно философское искусство кунг-фу. Ну, да. Это я говорю с сознанием. Ты знаешь, почему? Да, 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 я понимаю. Большим мастером кунг-фу. В принципе, все же, как я понимаю, восточное единоборство, они подразумевают под собой какой-то базис такой очень мощный. Фит, ну, правда, большой тебе удачи. Ты приглашаешь зрителей-то на премьер? Да, конечно, приходите. С удовольствием вас всех увижу. И буду рад слышать все, что не скажете. Говорите все, как видите и все, как думаете. И это будет для меня самым важным. Спасибо. Жду вас. Спасибо тебе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok